Это здание – один из последних кусочков истории в центре Владивостока. И вот теперь этот самый кусочек безжалостно уничтожают. Делают это за высокими заборами и назвали всё реставрацией. На фотографиях, появившейся в интернете, видно, как уникальные фрески уже исчезли. Первыми в колокола забили историки и работники музеев. Рисунок потолков, лепнина, колонны со всеми украшениями, лестницы, кованые ограждения, зеркала, полы, заполнение окон, то есть рисунок сам. И, естественно, планировка первоначальная. Дело в том, что самое неприятное, что там нарушается планировка, и те новые перегородки, которые установлены, они нарушают весь рисунок. Не только объёмно-пространную композицию, но и вообще рисунок лепнины и всех украшений. Просто его уничтожают. Как получилось так, что торговый дом Кунста и Альбертса – образец мирового уровня архитектуры, доставшись в руки бизнесменам, людям, наверное, с каким-то образованием, наверное, с каким-то своим уровнем культуры. Почему им было дозволено поднимать вопрос о том, чтобы снести во дворе этого дома старинные склады? Почему сегодня они метлахскую плитку внутри заливают бетоном? Почему сегодня они перекрывают гипсокартоном лепнину от начала XX века, если даже советская власть пощадила это здание? Услышав глаз общественности, в администрации Приморья незамедлительно приняли решение. Реставрация здания Владивостокского ГУМа остановлена. Строители временно освободили от работ. На рассмотрении лежит проект реконструкции, именно приспособление для современного использования. Но проект очень сырой, очень много замечаний. Поступил он только 12 февраля. На данный момент уже, в принципе, рассмотрен. И, скорее всего, будет отклонен для доработки, так как очень много нарушений. Работы девелоперская компания начала два года назад, а завершить планировала до конца текущего года, как раз к юбилею Большого ГУМа. Собственники здания обещали, что реставрационные работы будут идти с трепетным отношением к элементам старины. Вернут оригинальный вид, главный вход, дубовые перила, старинные зеркала, несмотря на дополнительные материальные затраты. Речь, кстати, шла о миллиардах рублей. Пока получается всё наоборот. И это в самом центре Владивостока, где власти города при таком отношении к истории ещё и требуют 300 миллионов рублей до столичного статуса. Александр Шудловский, Елена Штейникова, Ольга Адаменко и Александр Кононенко. Панорама.